продолжаем эту эпопею божественную комедию наблюдать 2 серия друзья друзьев друзья ангела я надеюсь будут такие же пока ps озвучкой потому что радует они меня невозможно как можно было такое просто выпускать в релиз я не понимаю ну слушайте замес на самом деле интересно несмотря на то что все говорят что это какая-то дичь а это и и не в любом случае за этим интересно наблюдать так вы выполнили мое домашнее задание вы узнали кто такие молоки там всего два человека загуглила гуглите мне больше пугает нету динамики в глазах они там нету там нету вот полутонов каких-то значит немножко прищурился ну что ты просто очень 2d не не 2d ты просто у тебя открытый взгляд вот ты вот смотришь и все все буквально освещает меня очень смущать вот эти повязки на руках потому что они визуально делают руки толще она как будто какая-то нормально это ангел ты ангела вообще видел они могут быть любыми там про серафимов то вообще там колесо в колесе звезда в голове там дичька происходит это еще хорошо выглядят когда мы вместе побеждая я жду Я не знаю. Я не знаю. Школа научит нас секретом, мы одна семья. Между добром и злом мы на грани балансируем. Что же теперь нас ждет, смотри. Между добром и злом на грани балансируем. Вы, знаешь, христианские песни какие-то харизматские или, знаешь, что-то вокруг такого. Просто вставь Иисус и все. Или на любую любовную песню. А тут, кстати, интересно, насколько глубоко здесь проинтегрирована религия христианская. Не знаю. Ну вот, наверное, это и есть. Очень-очень тонкий лед мы, конечно, сейчас ковыряем. Еще раз сделаем пометку. Никаких оскорблений с нашей стороны. Ничьих чувств. Ничьих чувств ни в коем случае нет. Мы рассматриваем исключительно интерпретацию в виде этого мультфильма. Я не уверен, что настоящие ангелы, если мы про них говорим, выглядят так, что у них такие круптопики. Все, хапит дисклеймера. Ну, я и не могу утверждать обратного. Потому что вот вся основная повестка, что они все-таки платья в пол, рясы, крылья. Может, там реально жарко на небе. И ты такой... Круп-топ. Это здесь греховная земля. Тут как бы... А там все. Все. Все, нечего стесняться. Друзья навсегда. Я это сделала, Кокс. Я уже и забыл. Я уже и забыл про Кокс. Сука, Кокс, это вы в чем, короче, это же небесная тема. Как вы, боже, с говном смешали. Я перешла на следующий уровень, и теперь я снова дома. Просто вот ее лицо, выражение лица и предыдущее предложение про Кокс. Ты такой, ну ладно. Все сошлось. Наверное, так и должен выглядеть ангел под Коксом. Права. Мама будет так гордиться моим новым нимбам. Это вообще вторая серия? Да. Наверное. Как же здорово снова быть дома. Мам, это я, Рам. Я вернулась. Странно, ее нет. Слушай, это точно вторая серия? Я не знаю, посмотри. Ну, я скачивал, что она была вторая. Ребята, тут все перепутано, Кирам. Я не знаю. Тут первая серия, вторая серия. Я скачивал, как в порядке показано. Если вы будете кричать, что это, оказывается, 72-я серия из четвертого сезона... Я думала, мы не сильно потеряем. Где же она? Замолчи, Кокс. Не говори такое даже в шутку. А, теперь я поняла. А что он сказал? Тебя твою мать украли инопланетяне, я не знаю. Решила меня разыграть. Она где-то прячется, а потом выскочит и испугает меня. Мам, ты здесь? Такой, знаешь, голос милый, детский, а потом... Ты плюнул мне на руку. Какой-то контраст. Ну, я пытался отыграть кашель. Не надо. Похоже, мамы и правда нет. А почему здесь дымно? А, я ничего... Мама. Колящица. Не беду ты покоя в раю. Не беду ты покоя. Ничего не понимаю. Наконец-то ты поняла. Ей надоело тебя ждать, и она ушла. Все ушли. Ты теперь совсем одна, Раф. Это неправда. Замолчи. Меньше надо дружить с божьей коровкой. Я тебя не слушаю. Не слушаю. Ты теперь совсем одна, Раф. Что за хрень? Это симулятор. Как в Винкс. Что происходит? Что это? Одна навсегда. Ей снится сон, наверное. Нет, нет. Тебе приснился страшный сон? Почему, когда герой просыпается от страшного сна, рядом с ними всегда кто-то сидит и наблюдает? Тебе как Флора. Может, тебе поэтому страшные сны снятся? Тебе приснился страшный сон? Ряня, когда над тобой вот так. Сидит над тобой. Я не знала, что ей сказать. Я так и не понимала, что не нужно много говорить, чтобы твоя подруга тебя поняла. Ничего, если ты не хочешь мне ничего рассказывать. Я знаю, что ты чувствуешь. Это серия про дружбу. Что она нашла себе друга навсегда, и она не одна. Можем не смотреть дальше? Ну, мы все же посмотрим. Мне тоже снятся кошмары. Это бывает у всех. Ури, откуда ты знаешь, что мне снился кошмар? Ты ворочалась и кричала во сне. Я не знала, разбудить тебя или нет. Возможно, это был не кошмар. Я так и знала. Ты сделала фотографию моего кошмара твоим фотоаппаратом сновидений. Теперь я понимаю, что это была за странная вспышка. Как ты могла? Ты же моя подруга. Ничего себе, какие технологии. Я не понимаю их проблем. Я не могу им сопереживать. Рубин, это не наш мир. Там тебя сфоткали буквально каким-то божественным полароидом. И твои сны просто... Чему она бесится на это? Рубин! Я бы наоборот хотела, чтобы мои сны даже не то, что сфоткали, а видео сняли. Без твоей воли. Ладно, я говорю, я не могу нас переживать. Понимаю, что происходит, что проблема. Демонесса. Понимаешь? Прости меня, Раф. Я знаю, что неправильно поступила. Прости меня. Ладно, ничего страшного. Это был всего лишь дурной сон, Раф. Вот увидишь, ты обязательно перейдешь на следующий уровень. Спасибо за поддержку. Но ты знаешь, что все зависит от поведения Эндрю. А я опять проиграла в схватке. Нет, у нее есть ним. А, он есть, но он не горит. Или как это работает? Не знаю. Но она типа... Тот демоненок же, Эндрю, привлек к себе видеоиграми. Я не верю, что на это будет нашел. Как мы не объяснили в комментариях. Спасибо, что поправили. Его плохой поступок был не в том, что он включил игру, а в том, что он маму не послушался. Поняла? Это было неочевидно. Нам что, пять лет? Ну, нам вроде бы, как бы да. Дьяволами. Ну и что? Если бы ты знала, сколько раз я проигрывала дьяволам. Я Микки. Привет. Привет. Это снова происходит. А это сладкое. Ее так зовут. Сладкое. Я сладкая, как сахар, как пирожное, как шоколадный торт, как мороженое. Мороженое ведь сладкое. Это что за... Короче, я что думаю? Это все проспонсировано сатаной. Он сидит в аду и со своими демонами разрабатывает, короче, механики. Как нам, короче... Заставить людей страдать? Нет. Кроме этого. Кроме этого. Короче, мы покажем детям рай, чтобы они плевались и чертыхались еще... Чтобы они никогда не хотели в рай. Чтобы они никогда не хотели в рай. Я сюда не хочу. Мы поняли сладкое, замолчи. Наконец-то ты улыбнулась. Я Раф, а это Ури. Я ей только жаловалась на... Если я права, то демон, против которого ты борешься, тот еще пройдоха. Его зовут Сульфус. Он постоянно меня обманывает. Как и все демоны на свете. Послушай меня, уровень, на котором ты находишься, очень трудный. Многим не удается перейти на следующие с первой попытки. Правда? Ты знаешь кого-то, кто провалился? Я знаю, Микки. Она повторяет этот уровень. К сожалению, это правда. Но из-за этого я поняла кое-что очень важное. Никогда нельзя сдаваться только потому, что проиграла схватку. Поэтому расправь свои крылья. У тебя все получится. Как понять, на каком ты уровне? По нимбу или как? Как это работает? Саша, я не знаю. А если у меня не получится? Если я снова проиграю? Хватит тебе сидеть и жалеть себя, Раф. Действуй. И помни, если тебе понадобится помощь, ты всегда можешь на нас рассчитывать. Точно. Только позови, мы придем. Но так же нельзя. Я не могу звать вас каждый раз, когда у меня не получается что-то. Мистер Поппер, это ангел. Я знал, было. Мистер Поппер, ангел. Мистер Поппер. И каждый раз, конечно же. Но если ты попала в серьезную передрягу, зови нас, если мы тебе поможем. Да вы поняли. Потому что я знаю девиз. Друзья-ангелы всегда вместе. А, друзья... Подожди, друзья ангелов или друзья ангелы? Я запутался. Друзья ангелов, наверное. Сложная. Сложная конструкция. Я надеюсь, ты готов, Сульфус? Я иду. Кокс, бедный кокс. Поэту никогда и ни за что нельзя кому-то верить. Надо любить себя и чихать на всех остальных. Вот главное, чему вы должны научить людей. Вопросы? Ну, как будто у них веселее. Любить... Подожди, так, еще раз. Подожди. Какие ужасные... Это реально заказ от Мишфера. Подожди. Какие тлетворные идеи пытаются вследить. Подожди, 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 сейчас я хочу переслушать это. Нельзя кому-то верить. Надо любить себя и чихать на всех остальных. Вот главное, чему вы должны научить людей. Ага. Чихать, любить себя, чихать. Как будто первая часть нормальная. Чихать на всех остальных, типа, это, ну, это плохо. Эгоизм. Эгоизм. Вопросы? Сульфус, я рада, что тебе скучно. Прекрасно, продолжай в том же духе. Остальным следовало брать Сульфуса пример. Я понимаю, профессор. Просто я не могу отвлекаться, когда вы говорите. Вы не сердитесь на Гаса, он не виноват. Не все же такие классные, как я. Мания величия у тебя. Так, это ж нормально. Как они могут вообще друг друга отчитывать за плохое поведение? Ну, видишь, она за хорошее поведение отчитала. Что вот ему скучно, о, молодец. А вы все остальные прилежные ученики. Пошли вы нахер. Вот так вот. Это какая-то путаница сплошная. Я не понимаю, что я здесь делаю, ладно? Спасибо, Кабири. А у тебя нет для меня комплимента, Кабали? Что, я что-то пропустила? Весь урок очень хорошо. А, их наоборот хвалят за то, что... Да. Все, все, здесь все, дом наоборот. Говорили про эгоизм. Сульфус, как всегда, оказался на высоте. Ты имеешь в виду в низине? Как же хорошо я сегодня поработал. Только потому, что ты провел эту глупую девчонку-ангела. Ее зовут Раф. Раф, ты ее теперь по имени называешь? Мы должны знать наших противников, да, профессор? Совершенно верно, Сульфус. Я не могу понять, по какому критерию они молодцы, по какому они молодцы. То есть, я сегодня хорошо поработал, а то есть, я сегодня плохо поработал. То есть, нет, стоп, я все-таки... ААААААААА! Долбаный ад! Но пойди займись делом. Я не провалю экзамены. Не волнуйтесь, профессор. А что касается этого ангела, то она пожалеет, что попала на землю. Но я не буду терять времени на разговоры. какой он все-таки странный и что за чудная перчатка которую вдруг стал носить нельзя касаться слушай но это прям легенда обыскатели только в мире но они должны трогать друг друга понимаешь там химия образовывается до касаться друг друга нельзя сады какие классные идеи здесь целомудрия аккуратно просто очень нежно пропирается и помогите почему она не отмывается ты по мне скучал не думал я люблю смотреть на то как ты проигрываешь и просто обожаю видеть тебя злой мистер плохой мальчик похоже тебе пора преподать урок прости ангелочек но уроки у меня нет времени отлично джейкоб хорошо нырнул тебе бы в цирк чтобы ко мне привязались даже он даже это мысли его это нормально ты слышал что сказал дариус продолжай тренироваться отлично но это не подумать ты можешь их оштрафовать но наконец-то эндрю поможет бедняжки посмотрим эй эндрю давай покажем этим хулиганом не выйдет джейкоб никто не смеет нас тронуть никто не смеет нам показывать то что вы собрались нам показывать мы это видеть не хотим так и знайте один раз мы это уже увидели больше больше чтобы этого не видели тем более ты я эндрю мы же друзья получи нет мне надо идти я спешу отлично мои любимые уродцы вот видишь в этот раз я победил еще до начала битвы я за честное соревнование ты правда этого хочешь пойдем в комнату состязаний там мы решим кто из нас получит доступ к душе эндрю но есть никто не спросил чего у эндрю нету доступа к своей душе можно душа эндрю останется у эндрю ты так хочешь это выяснить андрей андрюшка пойдем ко мне домой добро пожаловать в северный город тут у нас а ей можно идти к нему домой ну получается что можно но ее могут опять там я не знаю как работают блин штрафы там от бублика отгрызается маленький кусочек там прогресс бар как это работает вода легкий аромат серы в воздухе я не могу в это поверить ты действительно переделал комнаты соревнований город демона я же сказал тебе что приведу тебя к себе домой комната для соревнований теперь город демонов твой город такой же ужасный как и ты какая же ты остроумная и меня сюда болтать позвал поболтать есть подружками ману хорошо ангелочек мой хватит болтать давай посмотрим на что способны твои крылья и так если ты хочешь чтобы эндрю принадлежал ангелом ты должна обогнать меня все смешно да у тебя крыша поехала я летаю намного быстрее тебя посмотрим скоростные крылья познакомься с моим новым другом только не завиду ему ладно это нечестно нельзя менять правила ты задолбала ты имеешь дело с демонами какая нахрен честно вот такая девушка вот такая девушка понимаешь тем временем эндрю анонирует и никто никто не может у вас остановить что а вот такое вот здесь это здесь будут погнали мне сказали это правда это сказал да 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 тут это будет несколько раз подниматься эта тема и раф будет помогать ему в общем решать эти проблемы всеми силами избавиться от привычки я хочу посмотреть это серии да ладно тебе я хочу посмотреть как быстро этот дракон тебя растерзает я не смогу лететь так долго надо продолжать на меня покидают силы что же делать бригада я должна быть сильной и не помогает друзьям не помогает друзьям получать пароль а его сестра там обосрана лежит в люльке и орет о помощи кричит она же там где-то сестра никуда не пропала она дома сидит еще для детского сада рано я его ангел-хранитель я должна уберегать его до зла а теперь а теперь так подождите нам показали три действия первое что он играет ужасно презираем все души второе что он другу не помог второе что он другу и третье что он едет на велосипеде короче езда на велосипеде отныне тоже грехом это безделье Саш это безделье а вот какая сложная метафора или он поехал за коксом мы же не знаем направление куда он поехал да велосипед это всего лишь инструмент а нет я знаю вот мелкий ублюдок он ехал на этом велосипеде и давил муравьев с этих вот маленьких букашек солдатик специально специально ублюдок каменная защита я больше не могу но если ты попала в серьезную передряду зови нас и мы тебе обязательно поможем у меня есть девиз друзья ангелы всегда вместе ну зови уже теперь я знаю что делать друзья ангелы как она это сделала вы пришли мне на помощь мы же обещали не правда ли как обычно дракон стоит ждет их приветствий окей но он и до этого стоял ждал ничего страшного подождет еще ураган 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 а это неплохо убивать дракона это же может быть тоже разве честно звать друзей трое против одного против своих же правил по факту она реально ураган сила природы разорви его на счастье вот так вот ну они его заживо убивают что такое какие-то вот не знаю небесные методы используют на твоем месте я бы заснула уши мы сделали это черт возьми прав ты еще не выиграла ты должна тебя но трое против одного так нечестно ну а штрафу меня но хорошо эндрю пока твой пока он реально ведет эту битву потому что его основная задача склонить к греху не только получается эндрю он начинает порочить нашу ангелицу ты понимаешь раньше она использовала только да 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 смотри все она выиграла эту битву она первая прилетела но по факту но я его отвою и обратно помяни мое слово я выиграю молоки к вашим услугами люди я хочу ее слезы не вздумай возвращаться с пустыми руками так ладно короче рассказывать да не надо хватит да ладно это весело я ну я просто не знаю вот на полном серьезе сидите смотреть это прям очень детская это прям на полную дело даже не в детскости а в моральном посыле и вообще ничего против ними это моральный посыл на уровне я я вообще ничего против религии не имею вы не подумайте я вообще за это вообще благо не в в разумно грамотных дозах и руках потому что извращенные концепции любые извращенные концепции даже самые хорошие вспоминайте статус в руках вредны для здоровья поэтому я просто прикапываю имена морали поведения главных героев единственное кто последовательный в своей идеологии это молоке это чертик но и так это есть не его зовут молоке рубин его блаженка да его имя молокей да плотно закрепился ты пока напишите ваши комментарии пожалуйста хочу почитать но я даже не буду спрашивать хотите вы дальше смотреть или нет однозначно очевидно да лайк пожалуйста поставьте если вдруг вам эта тема зашла именно от лайков мы понимаем хотите вы в рай или не хотите вот в этот мне никто дизлайк поставить упадет в этот рай я даже не знаю это больше против мотивирует пока